И снова мы на сцене Кирилл, а чё такое импровизация? Улица Казакова на сцене. Привет! Друзья, сегодня ответственная игра, и поэтому хотелось бы начать с чего-то интересного. Ну, я вчера одной девчонке стихотворение написал. Ты, наверное, её растрогал. Я её после этого не растрогал. Не обращайте внимания на Максима, он всегда такой был. Чтобы вы понимали, он, когда ходил по квартире, думал, что вещи сохнут по нему. Ребята, вам вообще не кажется, что финал? Нам бы как-нибудь усилиться. Ой, да не переживай, там стоит толпа людей, которые ходят к нам в команду. Как зовут? Эльзар. Пойдёшь? Пойду. Представляем вашему вниманию нового участника нашей команды. Элван. Я Эльзар. Хорошо. Всё, ты реквизитор, поздравлям. Слушай, на самом деле я этим не доверяю. Даже по поводу реквизитов. Вот смотри. Элжей. Я Эльзар. Хорошо. Ты штаны взял? Конечно. Ну надень, что там в трусах ходишь. Говорю, подозрительный какой-то. Кирилл, а вы больше ничего не забыли? Понятность хрома. Фамилию Рыбина. Да нет, у Танюша сегодня день рождения. Тогда нужно что-то делать. Давайте. Танюш, в общем, мы с пацанами скинулись и решили подарить тебе стриптизера. Ого. А кто это будет? Вот. Элтон Джон. Я Эльзар. Хорошо. Пухлый киргиз? Откуда вы знали, что я люблю? Ну мы же команда! Спасибо. Пацаны, пацаны, вы же обещали, что будет шест? Какой шест? Ну шест, девочка, а там одна. Ну и ладно, станцуйте что-нибудь. Ну, например. Ну, приват. О, приват, брат, как дела? Да я не об этом. Слушай, ты вообще хоть когда-нибудь занимался стрипластикой? Не, братан, никакой стрипластики, все свое, все натуральное. Так, Чмо. Я Эльзар. Хорошо. Уходи отсюда. Я просто так не уйду. Хорошо. Либо я тебе сейчас даю 100 рублей. Ну, либо ты еще, ладно. Друзья, новый зал, новые лица, старые лица. Давайте рассказывать что-нибудь более интересное. Ну, я устроился маркетологом в Бургер Кинге. Ого, и как? Окурительно! Да прекрати! Леш, ты совсем тупой. Да хватит меня обзывать, я сейчас включу всем запись, как ты переодеваешься. Ого, давай. Заодно экран проверим. Так ты что, на диктофон что-то записал? Ага. А ты не мог видео снять? Ты что, тупой, как я тебе видео на диктофон запишу? Ну, Леш, ты глупый, иди пройди тест на IQ. Чу, куда пописать? Поздравляю, ваш IQ как у хлеба. Хотите сказать что-нибудь? Я бы хотел сказать спасибо маме и папе. Правда, они просили меня их так не называть. Так, все прекрати. Вы его простите, он немножко глупенький. Он даже в уме может складывать только пирочин и нож. С днем рождения. Спасибо. Э, Трамп, что ты там гавкаешь? Я же тебя съем нафиг. Здравствуйте, кемчины. Малейкум асалам. Позже. Скажите, пожалуйста, зачем вы сюда пришли? Мы вообще-то заканчивать собираетесь. Базара нет. Не надо. Три, два, один, к номерам. Ну что ж, бомбаня! Друзья, ну и для начала, кадр, который не вошел в фильм «Титаник». Леша, а ты снимался в фильме «Титаник»? Нет. Ну ты и кадр, конечно. Друзья, а не каждой девушке легко подкатить. Итак, случай в баре. А почему такая красивая девушка пьет одна? Алкоголизм. Понял, понял. Давайте представим урок плавания в криминальном районе. Здравствуйте, я ваш учитель по плаванию. Ну и чему ты можешь нас научить? О, поплыл, поплыл. Хорошо, хорошо, хорошо! Друзья, а у каждого автора книг есть свои редактора. И у Ольги Бузовой не исключение. Итак, в кабинете у Ольги Бузовой. Ты не попал в петра от моих мыслей. Здравствуйте, Оля, я ваш редактор. Кто? Ну, книгописец. Писец? Да, седьмой раз это тоже смешно. В общем, я посмотрел вашу книгу и нашел там ошибку. Книга пишется через А, а у вас книга написана через одно место. Но вы не переживайте. Я все исправил, уже начал печатать, но принтер бумагу заживал и в лицо мне прям выплюнул. И что теперь делать? Ну, вы не расстраивайтесь, я все исправил. Убрал все слова с ошибками и у вас получилась замечательная раскраска. Кстати, вот это вот движение мне напомнило движение из вашего клипа. Вы его сами придумали? Нет, мне его подсказал мой хореограф. Оля, стоп! Хорош, уходи со сцены! Фу, Оля! А он правда говорит, лучше бы вы книги читали, а не писали бы. И не так мне верь, что ты была такой скромной и в труппо наклонной. А в конце каждая команда выдавливает слезу. Мы тоже будем это делать, но для людей, которым за 25. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Блин, ты чё такое? Блин, ты чё случилось? А я пойду проверю, как там наш звукач. А пока он ходит, надо чё-то делать. Ну давай с тобою покажем номерок. Итак, друзья, представьте, случай в турагентстве. Я хочу в тот город, где тысячи окей. О, так это Сан-Франциско, город в стиле диско. Где ты, Сан-Франциско, тысячи окей. Ребята, я проверил, звукача там нету, но мне от ноутбука нужен пароль. Ну тогда попробуй, один, два, три, четыре. Видел звукача с фантазией никакой. А пока он ходит, надо чё-то делать. Давайте просто продолжим танцевать. Ребят, я задыхаюсь, у меня астма. Сдохни за кулисой, номер нам не порт. Получилось, я всё распаролил. Чё ж тогда не выключил музыку, дурак? Чё-то я волнуюсь и переживаю за то, что наш Максим немного туповат. Ты чё остановился? Понравилась девчонка? Попробуй к ней не подходить. Эй, привет, девчонка, можно взять твой номер, Но тебе придётся цифры рифмовать. Очень плохо с рифмой, да и бесконценно, Так что без свидания, поехали ко мне. Уникальный случай под эту песню Можно было склеить толку только лишь двадцать лет назад. О, привет, ребята, ты где был, придурок? Тот, я успею быстро отойти. У тебя осталось всего четыре строчки, Чтобы ты успел музыку выключить. Конец, это Сан-Франциско, город в стиле диска. С этой песней выиграть будет нам легко. Зритель пусть кайфует, и жюри кайфуют, А мы всё допели, спасибо за сезон! Триф! Успел! Успел!